Дуа и мольба делятся на два вида. Первый вид дуа это дуа поклонения, дуа и бада. Всякое поклонение, которое посвящается не Аллаху, является большим многобожием. Если человек совершит намаз не для Аллаха. Или совершит хач к могилам, паломничество к могилам. Или совершит жертвоприношение для джинов. Вот это вот большой ширк, это первый вид. Второй вид дуа, дуа просьба, например говорю человеку дай мне вот стакан воды. Вот этот вид дуа делится на два вида. Когда просят утворение что-то, на что способен только Всевышний Аллах. Вот это большое многобожие. Например, человек просит у мертвого, надел, то есть удел ему достаток. Или наделить его ребенком. Или просит у него ребенка. Или не спасла ни от дождя. Человек этот мертвый, мне был бы способен дать это, даже если он был бы живой. Тем более, если он уже умер. Значит, это большое многобожие. На это способен только Всевышний Аллах найти вещи. Второй вид. Это когда ты просишь утворения у человека что-то, на что он способен. Например, говоришь ему подай мне стакан воды. Вот это вот возможно, но только при наличии четырех условий. Чтобы просьба была обращена к живому человеку, а не мертвому. Просьба должна быть обращена к присутствующему человеку, а не к отсутствующему. Не может быть так, что ты, например, сидишь в одном месте. Например, он находится в Украине, обращается к какому-то угоднику, который находится в Африке. Третье условие, должно быть обращена к человеку способному, а не к бессильному. Например, нельзя обращаться к какому-то человеку, который парализован, чтобы он подал тебе стакан воды. Четвертое условие, ты должен быть убежден, что вот это всего лишь причина, сама по себе, которая не приносит пользы и не приносит вред. Если дал он тебе воду, хорошо, если не дал, то удаст тебе другой. Подобно мольбе, такая вещь, как истяна, то есть обращение за помощью. Например, говоришь человеку, помоги мне перенести вот этот стол. Можно ли это? Да, можно, но при наличии вот этих упомянутых четырех условий. Например, какой-то человек тонет в море и обращается к тебе, который на берегу и говорит тебе, спаси меня, спаси. Можно ли это? Да, при наличии вот упомянутых четырех условий. Да, какой-то человек говорит тебе, я хочу, чтобы ты ходатайствовал за меня, чтобы я смог поступить в университет. Можно ли это? Да, при наличии упомянутых четырех условий. Если отсутствует хотя бы одно из вот этих четырех условий, то тогда уже вот это суждение, хукам, переходит от дозволенности к большому щерку. То есть это становится уже не дозволенным, а становится большим щерком, большим многобожием. Продолжение следует...